Приветствую вас! Ну вот, давайте попробуем разобраться с тем, что с вами происходит, что у вас происходит в вашей жизни и ситуации. Значит, вначале вы пишите о том, что вы какое-то время жили, значит, без родителей в другом городе, богателесом в институте, потом вернулись и живете в родительстве теперь. И с этого момента, того момента, как вы начали жить, стали с вами происходить разные всякие неприятные вещи. А именно, вы стали терять силы, появилась апатия, вы начали худеть и так далее. Итак, ситуация, прямо скажем, неоднозначная. С точки зрения психологии есть довольно, знаете, я бы даже не сказал, широкий спектр причин, по которым вы, значит, испытываете подобные ощущения именно с психологической точки зрения, точкой зрения медицины, хотя и медицина здесь была бы, мне кажется, не лишней, вот. Но, тем не менее, вы обратились именно в психологию, поэтому давайте попробуем с точки зрения психологии вам и ответить. Значит, первое, что бросается в глаза, это то, что вы, значит, делаете шаг назад, когда начинаете вместе с родителями жить, вы делаете шаг назад, в том плане, что вот вы жили самостоятельно, и вот вы уже живете, по сути дела, опять со своими родителями, как когда-то. Это не может вас, ну, ни в коем случае не может вас не как-то деморализовывать, на мой взгляд, опять же. Вот. Значит, это, пожалуй, первое, что бросается в глаза. Значит, второе, что бросается в глаза, то, что вы чувствуете себя на такой же, например, позиции, как и раньше в детстве, то есть вы опять чувствуете себя, как когда-то вот в детстве, вот как когда-то вы были, например, полностью зависимы от своих родителей. Вот так вот и сейчас вы себя вновь ощущаете, на мой взгляд. Значит, с одной стороны, вы понимаете, что ваше развитие, чисто жизненное развитие, оно как бы немножечко приостановилось, из-за того, что вы вернулись к родителям, а с другой стороны, вы, значит, оказавшись у, значит, ну, непосредственно возле своих родных, вновь стали чувствовать себя ребенком. И это вас деморализовало. То есть вы не чувствуете, что от вас что-то зависит. Вы не чувствуете, что вы на что-то влияете. Вы перестали чувствовать свое значение. И вот именно по той причине, что вы перестали чувствовать свое значение, свою значимость, у вас может быть такая опасность. Это научно доказанный феномен, когда человек, не имея возможности как-то на ситуацию повлиять, впадает в опасное состояние и как бы смиряется с тем, что вот с ним происходит. Не очень хорошее состояние, но тем не менее, ничего не поделать. Оно, это состояние и есть. И тогда вам для себя просто нужно будет немножечко лучше понять, как бы вам добиться именно того факта, что вы бы вновь стали чувствовать, что вы значимы. Кроме того, вам необходимо наметить свои, чисто свои, значит, цели и задачи в жизни. То есть вы отучились, Теперь вы работаете. И это значит, что на профессиональном поприще у вас, ну, как минимум, все неплохо. Как минимум, все неплохо. Значит, остается, что? Какая сфера? Остается сфера, личностная сфера остается. Вот, и давайте подумаем. Почему у вас до сих пор, Несмотря на то, что вы уже отучились в университете и работаете, Почему у вас до сих пор, например, нет молодого человека? Почему, например, вы возвратились в семью своих родных, А не стали жить отдельно? Ведь вы были самостоятельны, по сути дела. И вы вот так вот легко и легко ли, А может быть, по принуждению, Может быть, вы настина, Вы лишились своей самостоятельности вновь, Чтобы жить с родителями. Для чего и почему? Какие здесь есть подводные камни? Это тоже очень важный момент. Наконец, еще одна причина, Которая мне видится, Вот, если говорить именно О том, что с вами происходит, Это та причина, Что вы Находитесь на разных Эмоциональных уровнях Со своими родными. Я хочу, чтобы вы Этот момент Для себя Постарались Хорошо Понять Что значит На разных Эмоциональных Уровнях Со своими Родными. Вот как Это Вообще Понимать? Вы говорите, Что Значит, Ваши Родные Постоянно Ссорятся Из-за Всяких Пустяков. Само по себе Это Не Имеет Какого-либо Серьезного Важного Значения Само по себе Но В контексте Вас И в контексте Того, Что я Сказал То есть В контексте Вашей Возможной Неудовлетворенности В контексте Ваших Возможных Значит Переживаний По поводу Того, Что Вот Вы Сделали Сделали Там Шаг Назад В своем Жизненном Пути Когда Стали Жить С родителями И так далее Вас это Может Подавлять То есть Точно Вы Находите С вашими Родными По сути Некомфортной Для себя Обстановке Эмоциональной И психологически Вас подавляют И вы понимаете Что вы не можете Эту ситуацию Изменить Вы не можете Им Что-то Объяснить Доказать Внушить И по этой причине У вас Возникает Апатия Опять же С чем Она связана Апатия Апатия Связана В данном Случае У вас Именно С тем Что вы Оказались В абсолютно Неконсолируемом Для себя Положении Хотя Ранее Все В ситуации Вы Ну Вроде бы Как Если я Правильно Вас понял Вроде бы Как Все Вы Всегда Контролировали И вам Тесело Это вас Подавляет Это вас Напрягает И отсюда Подобные Проблемы Отсюда Подобные Трудности Соответственно Выходом Из Вашей Ситуации Может Послужить Осознание Того Что Именно Вас Напрягает Осознание Того Что Именно Вам Лешает Осознание Того Что Именно Вызывает У вас Ну Скажем Так Дискомфорт Что Именно Вызывает У вас Непринятие И Соответственно Работа В этом В этом Направлении То есть Работа Именно Именно В направлении Того Чтобы Стриктировать Свою Жизнь Каким Образом Значит Чтобы Она Соответствовала Отвечала Вашим Представлениям Вашим Значит Ну Стремлениям Вашим Целям И Вашим Задачам То есть Чтобы Все-таки Вы Как-то Ее Контролировали Чтобы Вы Все-таки Как-то На нее Влияли Чтобы Вы Все-таки Как-то Ей Управляли Вот Это Пожалуй Тоже Очень 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 Важный Момент На который Я бы хотел Обратить Ваше Внимание Что касается Того Что Родители Высасывают Энергию То нет Я не думаю Что здесь Нет места Быть Какое-то Прямо Высасывание Энергии Скорее Опять Что Случается В том Что Вы Просто Напросто Видите Вот Вы Видите Своих Родных Вы Видите Какие Они Ваши Родные Вы Видите Как Они Себя Ведут Вы Видите Что Они Делают Вы Сравниваете Себя С ними И Волей Неволей На Фоне Этого Вы Чувствуете Себя Гораздо Хуже Потому Что На Их Фоне Вы Смотритесь Ну Куда Менее Живой Как Вы Сами Сказали Куда Менее Привлекательный И Так Далее И так Далее Ну Опять И Сравнивать Себя Ни с кем Здесь Не нужно Это Совершенно Не Целесообразно И Лично Всякому Смыслу Они Люди Свои Своего Времени Своих Устов Вы Другой Человек Поэтому Старайтесь Все же Не Погрязать В Повнение Ну И И Искать Некое Такое Вот Мистическое С точки Время Психологии Объяснение Кому Почему Вы Теряете Сил Силы Тоже Не На Без Этого Задумайтесь Пожалуйста О том Как Как бы Вы Могли Свою Жизнь Изменить В лучшую Стороню Вместо Этого Подумайте Пожалуйста О том Как бы Вы Могли Поменять Свою Жизнь В Принципиально Иное Направление И Вот Тогда Я думаю Ситуация Будет Для Вас Постепенно Выправляться И Постепенно Будет Нормализовываться На этом Все Надеюсь Что Помог Вам Если Какие-то Вопросы Остались Пишите В личку Я Вам Помогу Если Вам Понравился Мой ответ Буду Благодарен Если Сделаете Его Лучшим Желаю Вам Всего Самого Доброго И Удачи